Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Интернет продолжает взрываться новостями о женщине, находящейся в заложниках в частной клинике в Южной Корее. Напомню, уроженка Акинского района Гера Шагдурова приехала на заработки в Южную Корею в мае этого года. И оказалась с инсультом в больнице. На сегодня сделали две дорогостоящие операции, но она до сих пор не может прийти в себя. Клиника уже выставила счет в более чем 2,5 миллиона рублей. Менеджмент клиники идет на откровенный шантаж, угрожая невыдаче тела в случае смерти и неоплаты суммы долга. Что делать в такой ситуации, мы разберем сегодня с нашим гостем, генеральным директором туристической компании «Акбестур» Светланой Бишель. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Ну вот расскажите, вот все-таки ваше мнение, да, клиника частная, операция дорогостоящая, каждая процедура стоит больших денег, да, и плюс у Геры Шагдуровой не была оформлена страховка. Вот что можно сегодня сделать и чем помочь, на ваш взгляд? Ну на самом деле самая большая ошибка, то что не оформлена была страховка, медицинская страховка. Если бы была оформлена медицинская страховка, все расходы, конечно, бы легли на страховую компанию, и она бы не оставила клиента без помощи. Сейчас, ну по опыту, нужно честно сказать, что да, это расходы получаются самого туриста. Единственное, что можно порекомендовать, это обратиться, конечно, в российское посольство с целью указания помощи. Ну вот после случившегося дочь Геры Шагдуровой, да, Герлма, она обратилась в консульство Российской Федерации в Сеуле, и совместно с консулом в адрес клиники, где лежит сейчас женщина, они, в общем-то, было направлено письмо о снижении размера долга. Пока ответа нет. Вот здесь долг, в общем, в данном случае куда может упасть? Он может упасть на Россию? Или вот как может развиваться ситуация? Ну это, конечно, долг, прежде всего, туриста, понимаете? То есть если в силах помочь нашему консульству, нашему гражданину Российской Федерации, то они, конечно, максимально приложат усилия, чтобы помочь человеку. Но все материальные расходы, это на усмотрение тоже консульства, смогут ли они это взять на себя, несложно здесь ответить. Но в основном, конечно, это... Ну практика как показывает, что обычно происходит в таких ситуациях? Ну за мою карьеру у нас был единственный случай в нашем агентстве, когда у нас, к сожалению, на отдыхе по Вьетнаме, по-моему, турист умер. Был такой случай. Был такой случай, но мы без страховой компании, без страховки мы клиента не отправляем и не имеем права отправлять в заграничную поездку, в заграничный отдых. Поэтому там страховая компания все взяла на себя, и репетрация тела была за счет страховой компании. То есть в полном размере? В полном размере. Ну вот скажите, вообще сколько стоит страховка, да, и вообще можно ли исключить историю, я так понимаю, что нельзя? Страховку на вторую часть вашего вопроса отвечу. Если от страховки отказаться нельзя, туроператор не имеет права отправить туристу. Даже при большом желании. То есть если турист заключает с туристическим агентством договор, летит через туроператора, туроператор обязан выдать, помимо всех услуг, медицинскую страховку. Это прописано в законе. Поэтому без страховки нельзя. Только если человек самостоятельный, тогда это уже на его усмотрение. И что касается стоимости страховки, на самом деле она недорогая страховка. Примерно доллара, полтора доллара в сутки, в зависимости от количества дней. Ну в сутки, доллар, доллар, полтора. Ну получается, что оформить ее несложно. Ее несложно, она автоматически входит в туристический пакет. Специально каких-то документов и еще что-то для этого не нужно. Если вы не покупаете полный турпакет, берете, например, авиабилет и хотите самостоятельно купить страховку, то туристическое агентство тоже вам поможет оформить эту страховку. И тогда вы будете застрахованы. Вы можете выбрать разные варианты страховки. Но, как правило, в среднем на 30 тысяч долларов США вы будете застрахованы. Ну или евро, смотря в какую страну. Летите в Европу, либо в долларовую страну. Из чего состоит страховка? Вот, может быть, какие-то виды существуют? Классы страховок разные, да, виды страховок. Ну от эконома там и до бизнеса и так далее. Плюс дополнительные услуги можно включить. Но самое главное, что они элементарные затраты будут покрывать. Это медицинские страховки, медицинские расходы. Это будет юридическая помощь оказана клиенту в случае необходимости. Да, что в нем входит. Это информационные расходы, такие как телефонный звонок, СМС, оповещения, ну, конечно же, репатриация тела, если не дай бог смерть. Потом возврат клиента, например, если остались дети, либо второй член семьи, если нужно вернуться. Или наоборот, из страны постоянного пребывания вернут, выехать в страну отдыха, например, родственнику. Это тоже покрывает страховая компания. Вот касательно этого конкретного случая, да, если бы страховка все-таки была, это была бы оказана только неотложная медицинская помощь, или какие-то дальнейшие виды медицинской помощи, да, срочно тоже были бы включены, и транспортировка и так далее. Да. Все эти бы вошли в обслуживание. Вообще, насколько тур в Южную Корею сейчас популярен? И какие, может быть, туры? Конечно, медицинский туризм больше всего популярен, конечно. Пляжный отдых не так популярен, потому что это все-таки больше развит экскурсионный медицинский туризм. Но сейчас, ввиду кризиса, большей популярностью стали пользоваться, ну, это не туры, это просто покупка билета, и люди выезжают с целью заработка туда. Ну, вот что касается, вернемся, мы еще к этому вопросу вернемся, вот медицинского направления, да, вот о нем немножко расскажите, что туда входит и что можно получить. Вы знаете, это очень хорошая, шикарная диагностика. Я сама была в марте в Сеуле, нас приглашала авиакомпания Korean Airlines с целью именно презентации транзитного медицинского туризма. Был такой рекламный тур, где мы на себе попробовали диагностику. В корейских клиниках было три клиники ведущих. Ну, действительно стоит того это, да? Это стоит того. А речь о каких суммах здесь идет? Вот если мы говорим о билетах, да, о непосредственной диагностике, то есть это вот порядка скольки? Диагностика, конечно, тоже зависит от того, какой вы пакет приобретете. Но минимум долларов 500-600 диагностика будет стоить и выше, в зависимости от клиники, в зависимости от набора исследований, который нужно будет провести и так далее. И стоимость билетов у нас на сегодня? Ну, вот сейчас, летом, конечно, дороже, но в среднем 17-20 тысяч в одну сторону. Такой тур будет стоить, да? Вообще, как считаете, почему так популярно стало ездить в Корею? Именно вот как раз-таки из-за медицинского направления, да, или кто туда едет сегодня? Одна часть туристов, которые едут именно с экскурсионной целью и за медицинским туризмом, и вторая часть ненаселения, которые едут именно для заработка. К сожалению, вторых становится больше. Все больше становится. Да, потому что доллар вырос, кризис продолжается, и поэтому получается, что гораздо выгоднее получить заработную плату в долларах, чем у нас здесь в России. А уехать как проще? Ну, все улетают, в основном, летят. Легально, нелегально? Ну, как, турист покупает, пассажир покупает билет, отказать в этом мы не можем, не имеем права. А там с какой целью летят, ну, никто не говорит, с какой целью. Ну, в случае, если это нелегальное, вот, с целью заработка, да, в Южную Корею, здесь какие основные трудности возникают, и как сложно вообще оформить, что нужно, чтобы уехать нелегально? На самом деле, человеку-то нужно просто приобрести авиабилет, а вот пропустят его на границе или нет, это уже самый главный вопрос. То есть его могут отказать во въезде. Так, страна без визы, визу оформлять не нужно. У человека должен быть, по идее, на руках только авиабилет. Если он летит по турпакету, то у него будут все документы. Это медицинская страховка, это ваучер на развлечение в гостинице, на трансфер, на встречу провода. Такого клиента, конечно, который летит по турпакету, его, конечно, 100% пропустят. А те люди, которые летят просто с одним авиабилетом или даже с обратным авиабилетом, как часто у нас делают, ну, тут 50 на 50 пропустят или нет, этот риск берет человек сам на себя. То есть он туда прилетает, его могут не пропустить, он возвращается за свой счет обратно. Да, конечно. А какие причины могут быть, если его не пропускают? Ну, без объяснения причин могут просто клиенту отказать, все. И не понравился, какие-то проверяют все равно людей. То есть молодежь часто отказывают, мужчины, потому что все видят, что летят на заработки. Ну, это очень популярно сейчас, очень распространено, в последнее время нелегально зарабатывать там, да? Вот здесь речь тоже о каких суммах идет заработка в месяц? Стоит ли это того? Тоже зависит от того, на какую работу устроится человек. Ну, в среднем. В среднем от 60 до 100 тысяч в месяц человек может зарабатывать. Конечно, для нашего региона это очень хороший заработок. А какие вот в основном, не знаю, виды заработка может быть, да? То есть кем там можно устроиться, чтобы получать такие деньги? Служно мне сказать, я там сама не работала. Ну, и на стройке работают, и в полях работают, и уборщицами работают. Такой тяжелый физический труд, да. Это нужно сразу сказать, что люди летят без страховки и на тяжелые условия работают, где-нибудь с утра до вечера работают. И как долго можно там находиться, работать, если безвизовый режим? Ну, до месяца. До месяца. Если вообще говорить о турах, направлениях, то клиенты какие сейчас выбирают, и вообще говорить, если о цифрах, о динамике выездного туризма, какова она на сегодня? Я хочу сказать тогда о своем личной агентстве, потому что сложно сказать, как у других. Ваша практика, да? Да, стоят дела. В этом году мы должны отметить, что выездной туризм даже у нас в плюсе. То есть процентов на 10 и рост есть. Но, тем не менее, нужно отметить, что перераспределились потоки. То есть часть клиентов, которые привыкли за рубежом отдыхать, все-таки переориентировалась на российский внутренний туризм. Это и Сочи, это и Крым, Анапа и так далее. Санкт-Петербург очень популярен в этом году, этим летом. А если говорить о наших стандартных турах, то это, прежде всего, Юго-Восточная Азия. Сейчас очень популярен Вьетнам, сейчас там сезон. Таиланд, несмотря на сезон дождей, все равно люди едут, потому что близко от нас, потому что разница во времени хорошая, относительно недорого. И часть клиентов, которые летят в Европу. Что касается Европы, нужно отметить все равно снижение экскурсионных туров в Европу. Это, конечно, сказалось, рост евро и неполучная ситуация с беженцами. А вообще общее количество клиентов снизилось? На каком уровне сейчас? Если бы мы говорили с вами о прошлом, в прошлом году, то да, нужно было бы отметить, что было понижение. А в этом году и рост. В этом году и рост. Ну, давайте вернемся еще вот к случаю, который сегодня рассматриваем. Вот какие еще подводные камни могут быть за границей? Вот неоформлена страховка, вот такое может случиться. Да, несчастный случай и, в общем-то, без помощи. Вот что еще? Ну, наверное, самое главное. Потому что вы, когда выезжаете по туру, вам менеджер выдает полный пакет документов, в том числе нашу памятку, где выдают телефон. То есть нужно обращаться, конечно, в хорошие компании, где это уже поставлено на поток, где менеджеры опытные, где вас не отправят без памятки. В памятке указывается все. Кто вы встречает, с какой табличкой, какое время, местные и так далее. Указываются все экстренные телефоны. Милиции, полиции, консульство, отельного гида и так далее. То есть человек, в принципе, наши все телефоны, вплоть до сотовых менеджеров, для того, чтобы человеку было спокойно. Хорошо, а в этой ситуации, да, как узнать, хорошая компания или нет? Как ориентироваться? Ну, наверное, один из... Критериев. Один из критериев, это, наверное, отзывы туристов, ваших друзей. Не знаю, посмотрите в интернете, сколько компаний находится на рынке туризма. То есть, чтобы вы не наткнулись на однодневку, компанию-однодневку. Если это туроператор, то мы все входим в реестр туроператоров. То есть внутреннего, выездного, туризма, въездного, но мы все входим в реестр туроператоров. Вы можете зайти на сайт Russia Tourism, забить название компании, какую вы собираетесь посетить, и увидеть, что есть это, входит эта компания в реестр туроператоров или нет. Ясно. Светлана, спасибо вам за ваше мнение, что пришли к нам сегодня в студию, прокомментировали всю ситуацию. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был генеральный директор туристической компании Акбестур, Светлана, Мишель, а мы заканчиваем на этом все. До свидания. До свидания.